Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Позвольте представить Ваше внимание сообщение на тему с особенностями антидеструктивного эффекта в зависимости от сопутствующей терапии. Мы все знаем, что ревматоидный артерит – хроническое заболевание, характерным проявлением которого является развитие впоследствии деструктивных изменений в области суставов. Этиология до конца неизвестна, но изменяются значительные успехи в изучении патогенеза ревматоидного артерита, в том числе определена роль патологически активированных Б-лимфоцитов, которые способны продуцировать аутоантитела, секретировать провоспалительные цитокины и представлять аутоантигены Т-лимфоциты, поддерживая таким образом и развитие аутоиммунных реакций, а также и, собственно, воспаление суставов. В связи с этим антибеклеточная терапия занимает важное место влечения ревматоидного артерита. В настоящее время являются препараты токсима, поднимые из самых частых препаратов. В исследованиях установлено, что при ревматоидном артерите токсима в сочетании с метриксатом не только вызывает улучшения, но и достоверно тормозит деструкцию. Также показано, что сочетанное применение ревматоидного артерита токсима с метриксатом и люфинамидом приводится к поставительным положительным результатам, но в то же время имеется сообщение о более стойком антидеструктивной ветке в сочетании с метриксатом. Таким образом, задачами нашего исследования являются изучить влияние антибеклеточной терапии на процессы вставной деструкции, а также сопоставить клинический антидеструктивный эффект и оценить влияние сопутствующей терапии базисными препаратами, а также и гликокортифоидами. В нашем исследовании была проведена клиническая и рентгенологическая оценка 110 пациентов, получавших терапию токсимабом. Клинический эффект оценился по критериям ВИЛА, а рентгенологическая оценка по методу Шарпа в модификации вандерхейда на 0-48 неделе лечения. На данном слайде представлена общая характеристика пациентов. Здесь можно увидеть, что в основном это были женщины среднего возраста с высокой степенью активности болезни и позитивные по ревматоидному фактору АЦЦП. Некоторые из них имели опыт лечения геноинженерными препаратами, в основном блокадров АНО-Альфа, а также основная масса имела третью рентгенологическую стадию. Далее пациенты были проанализированы в зависимости от наличия сопутствующей базисной терапии и гликокортифоидной. Видно, что группы были между собой сравнимы по основным характеристикам и при оценке на 0-48 неделе эмиссии и низкой степени активности достигло более 23% пациентов. При рентгенологической оценке видим, что деструкция отсутствовала у 60% пациентов. При анализе по группам сопутствующей терапии видно, что клинический эффект несколько выше в группе получавших метатриксат в качестве базисной терапии сопутствующей. Но при анализе рентгенологической характеристики данных не прослеживается выявлено сильных различий ни по счету шарпа, ни в каких показателях. При оценке клинической активности по сопутствующей терапии гормона можно увидеть, что результаты были примерно сходными. Также не было выражено влияние и по наличию деструкции в группе пациентов, получавших гормоны и не получавших гормоны. Но зато обращают внимание, что рентгенологическая динамика, клинический эффект не всегда совпадают. При ремиссии не было прогрессирования. С низкой степени активности у большинства тоже отсутствовало прогрессирование. Но обращают внимание наличие пациентов, у которых в высокой степени активности сохранялась деструкция. Таким образом, можно заключить, что клинический эффект комбинированной терапии ретруксимаба и метриксата несколько выше в соответствии с другими базисными препаратами, но на рентгенологическую деструкцию это выражено влияние не отмечено. Также не отмечено выраженное влияние сопутствующей терапии группы кортикоидами ни на клинический, ни на антидеструктивный эффект. Ну а в целом обращают внимание различия клинического и антидеструктивного эффекта антибеклячной терапии, что возможно может содействовать о их различных механизмах действия препаратов. Собственно говоря, это все. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо большое, Светлана Викторовна. За лаконизм, ассамбленно. Что вам, коллеги, вопросы? Светлана Викторовна, скажите, пожалуйста, какие нежелательные явления у вас включались при назначении ретруксимаба в комбинации с метриксатом? В комбинации с метриксатом. Ничего сверхъестественного. Положение ферментов только. И как часто и что вы делали? Часто не могу. Мы сейчас излучили на нас вот цифры. Метриксат уменьшали. Или обменяли полностью ретруксимаба назначался в монотерапии? Было и монотерапия, было и уменьшение дозы метриксата. Скажите, а стоит вообще, так сказать, менять как-то базисную терапию под ретруксимаб? Допустим, мы уже дали ретруксимаб, да? Наверное, нет. Потому что мы раньше это не обсуждали. Это как-то было, так сказать, казалось, что это вот тема, которая мне на самом деле сейчас кажется все больше и больше озадачивает. Мы раньше говорили, что вот мы базисную терапию набрали полностью, вот сколько какая получилась, да? Кто-то на лифунамиде, кто-то на метриксате. Значит, не достигли целевой активности, добавили сверху таргетный препарат, да? Мы поменяли один, другой, третий. Вот сегодня он на, скажем, допустим, на ретруксимабе и на метриксате. Но у нас есть нехорошее подозрение, что лифунамид с ретруксимабом работает лучше, чем метриксате. Это не подозрение, это истинная правда, поскольку это данные мистера Танцера. Вот, вот. Это было, вернее, Церера, прошу прощения. Церера – это наши российские данные, где было передано в это исследование полторы тысячи пациентов из России. И было показано, что тогда, когда идет комбинированная терапия ретруксимаба вместе с лифунамидом, то вроде как вот эффект выше. Более того, там вот эти повторные курсы у нас ведь не было так жестко раньше, что каждые 6 месяцев, да? Так вот, возобновление второго курса при обострении, оно было меньше на ретруксимабе с лифунамидом по сравнению с комбинированной терапией метриксата. Но, видите, это вот наши большие данные, да? То есть, там было 5 тысяч человек. Вот на наших 110 снастей Болей, в котором в институте ревматологии, этого, к сожалению, мы не показали. Так вот, теперь вопрос. Если мы, вот в результате такое знали.